Всем привет! Меня зовут Алина. Наконец-то я получила свою посылочку с сайта парфюмерии и косметики Рандеву. Мы ездили с сестрой в круизное путешествие на неделю. Я выложила, вот вчера выкладывала ролик, который я снимала еще до нашего отъезда. И путешествие я вам снимаю, не снимаю, монтирую периодически, поэтому у меня столько впечатлений и эмоций. Но просто посылка меня ждала. Вот наконец-то я ее забрала, хочу с вами поделиться. Так, вот такая огромная коробка мне пришла. Сейчас я ее положу на пол, будем разбирать, смотреть, что я тут уже разобрала немножко. Так что все посмотрим, обсудим. Ой, она такая тяжелая. Заказы сделали мы вместе с сестрой. Как удобно. Лучше, знаете, иногда делать заказы вместе с родственниками, с друзьями, с подружками, потому что можно просто скооперироваться, не платить за доставку, набрать на сумму, чтобы доставка была бесплатная. Ну и как бы это приятно, можно все понюхать, кстати, и посмотреть, может, я тоже закажу, что заказала моя сестра. Сейчас я с копом все выложу, а в следующих роликах мы уже будем все это обсуждать, нюхать, смотреть и все такое. Да, хотела сказать, с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня, вот так, с 23 по 25 на рандеву повышенная скидка на Аромабокс. Я, кстати, Аромабокс заказала себе новенький, девочки, хочу поделиться, сейчас покажу. Повышенная скидка 45%, вот я заказала топ осенних ароматов для нее, будем с вами рассматривать, обмусоливать. Только три дня, получается, сегодня, завтра, послезавтра. Допишу внизу, напишу в своем телеграм-канале, кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочка тоже будет в описании. Там я с вами все обсуждаю, кстати, свою поездку тоже, прямо в моменте. И вот, кстати, на мне сережки, вот эти сережки я тоже выложу сейчас в телеграм-канал. Знаете, мы там были в мандрогах, и там вот это вот, мандроги это такое лукоморье, знаете, такая русская деревня, искусственно созданная. Вот, хочу вам показать сережки, меня навеяло сделать вот такие всякие, лукоморье я их и назвала. Вот, видите, это морожка, это муранское стекло, лэмфорк, и совушка здесь, вот такая вот красавица. Вот, и вот эти прекрасные серьги, я все покажу в телеграм-канале. Подпишитесь, еще у меня вот новые тапочки я тоже выложу, потому что здесь я ничего не успеваю выкладывать. Девчонки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кстати, периодически в телеграм-канале у меня будет розыгрыш, я буду дарить сережки. Вот, давайте так, про топ осенних ароматов. Не забывайте, девчонки, кто хотел, аромабоксы, повышенная скидка 3 дня. Плюс мой промокод 10 и Алина, вот здесь вот напишу, который дает дополнительно 10%, суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Пользуйтесь, пожалуйста, мне приятно, вам приятно. Так, ссылочки все в описании и также мой промокод допишу. Что-то непонятно, пишите мне в комментариях, пишите мне на телеграм-канал. Так, будем мусолить, но не сегодня. Вот этот промокод топ осенних ароматов, кстати, еще вспомнила, у них 26 сентября. Телеграм-повышенная скидка 40% будет на Монталь бренд. Значит, полноразмерный флакон от 50 будет. Вот, кто хотел Монталь, у них цены хорошие на Монсеру, Монталь. Короче, девчонки, я вот помню, что я запомнила. Я просто подписана на их телеграм-канал. Кстати, ссылочку его тоже оставлю. И у них периодически высвечиваются все вот эти акции. И я их добавляю, кстати, в свой телеграм-канал. Ну, мало ли, вы хотели что-то приобрести, но вы не знаете об этой акции. Думали, думали, тут вот пришла акция. Дополнительные скидки всегда хорошо, да? Вот, поэтому, пожалуйста, подпишитесь опять еще раз на мой телеграм-канал. Я вам там расскажу про все, но и здесь тоже стараюсь, если что-то помню, да? Еще раз повторюсь. На Монталь 26-го 40% на полноразмерный флакон от 50%. И сейчас 3 дня на Аромабоксе 45%. Повышенная скидка. Вот. Ну, и обычно у них, как всегда, скидки до 50%. Опять же, не забывайте про мой промокод 10ти Алина. Он опять же, да и дополнительно, 10% суммируется со всеми скидками акций на сайте. Какой красивый Аромабокс. Для нее. Я взяла для нее, естественно, да? Так. А, кстати, я еще подарки взяла. У нас сегодня будет мужской парфюм. Посмотрим. Так, я уже много наболтала. Ну, сейчас покажу. Какие-то новые ароматы. Я их вообще не знаю. От слова совсем. Увидела этот Аромабокс. Думаю, надо брать. Он стоит там 2 с копеечками. Ну, мой промокод еще. Так. Анжелина Хьюгет Шерри. Что-то там. Давайте ссылочку оставлю. Я вам сейчас покажу. Просто не буду мусолить. Мы это все обмусолим и опишем. Смотрите, сколько ароматов. Я вообще ни один не знаю. Вот от слова совсем. Видите? Вот. И ссылочка в описании. Посмотрите. Вот. Очень хотела, кстати. Потому что я периодически вот то летом, то осенью вот эти сезонные ароматы я всегда беру. Потому что недорого. Можно поносить. Я хотела что-то новенькое. Новенькое что-то хочется. Ходить по магазинам некогда, как обычно. Так. У меня еще будет здесь аромат, который мне, наши общими усилиями в Телеграм-канале мне посоветовали. Ну, и я его родила, как бы скажем. Вот. Мысли родилась его приобрести. Так. Значит, буду показывать. Хотела шампуни заказать. Я хотела себе шампунь. Сестра тоже сказала, что ей нужен шампунь-бальзам. Поэтому взяли, знаете, вот какая-то новая линейка Олин. Вот я попользуюсь. Я вам все расскажу, опишу. Значит, салон бьюти. Шампунь. Бриллиант. Яркость и блеск. Ты-ды-ды-ды-ды. Короче, девчонки, с промокодом 500 рублей с копейками. По-моему, даже без промокода 500 рублей с копейками. И, ну, 500 рублей, короче, с промокодом. И для окрашенных волос с экстрактом винограда. Это я взяла себе. Окрашенные волосы. Целый литр. Давайте понюхаем. Сейчас вот отвлекусь. Запах обалденный. Потому что у Олин у них очень хорошие шампуни. Помните, чистят до скрипа. Все, как я люблю. Хватает надолго. Так что бутылка вообще супер. И цена у них хорошая. Они такие, как бы, типа конкуренты с Эстелью. В прошлый раз я брала Эстель. Пользуюсь сейчас им. Ну, вот захотела Олин опять. Ну, почему захотела? Просто я увидела. Вот когда надо шампунь, я захожу на рандеву. Знаете, у них там столько всего в ассортименте. Просто в ассортименте действительно. Глаза разбегаются. Но смотрю, такая. О-о-о! Какой-то Олин появился. Девчонки, знаете такую линейку? Напишите мне, пожалуйста. Салон бьютишем будет. Что такое? Ну, это как вообще? Флаконы красивые. Смотрите, какие бутылки темного стекла такого. Ну, не пластика, конечно. Поставил. Красотища, да. И они все одинаковые. И цена хорошая. И Олин, это наша фирма российская. Ну, она вообще действительно. Раньше краски считались даже дороже, чем Эстель. Ну, вот у них краски, да. А косметика как-то у них одинаковая. Ну, не знаю. Мне кажется, у них вообще по качеству даже. Всего лучше, чем в Эстеле. Я вот пробовала шампунь дела. Мне показалось, Эстель что-то там уже, может, обновили. Как бы как-то круче стали. Потому что у них немножко Эстель жирнит. Как будто бы волосы все, да. Вот. Но нет. Все-таки вот шампунь хороший. Но ничего такого прям нету. Ну, вот этого эффекта вау, да. Тогда как Олин все мои ожидания оправдывает на 100%. То есть тот просто моет. Просто приятный. Просто симпатичный флакончик. Ну, и все. А Олин прям вообще супер. Так. Потом. Сестра у меня взяла шампунь для волос. Так как она взяла себе для семьи. С экстрактом семян льна. И я вот тоже его попробую. Потому что вот она заказала. Но, естественно, все с разрешения. Ох, тоже вкусно пахнет. Я буду... Ой, слушайте, он даже вообще... Как обалденно. Знаете, у меня какая-то ассоциация. Какая-то ностальгия. Знаете, причем это не старомодный запах. Какой-то такой безумно красивый. Как будто баньки, знаете. Боже мой, какой красивый. Слушайте, запах обалденный. Надо, наверное... А, льном пахнет, наверное, да. Может, это какими-то вениками. Или вот каким-то травой какой-то пахнет. Вот что-то вот, короче, в какой-то бане я была. И вот так пахло. Обалденный запах. Прям вообще. Знаете, какая-то спа-терапия. Вот. Ну, я попробую шампунь. Потому что, ну, чтобы потом посмотреть. Ну, боже мой, от пары раз, знаете, количество шампуня не уменьшится. Но я буду знать, хочу я или нет. Так. И взяли мы еще. Видео длинное получается. Да, много болтаем. Бальзам. Бальзам взяла она себе. Значит, бальзам для волос с маслом семья льна. Тоже, да, вот. Серия. Видите? Вот такие. Тоже все. Вот примерно за тысячу вы берете и то, и другое. Класс, да? В общем, все попробую. Давайте понюхаю. Ладно. Вот эти буду нюхать, все остальное не буду. Все остальное понюхаю. Ну, он так же пахнет. Даже. Даже насыщеннее. Потому что шампунь всегда менее насыщенный. Бальзам всегда как-то более так... Ой, боже мой, как хорошо волосы пахнут. Я хочу такое же. Ну, я попробую, расскажу вам в использовании. И потом мы с вами все это... Точнее, все это мы с вами. И я себе в корзинку положу и закажу. Вот. Это можно все совместить с какими-нибудь заказами. И лучше, да, вот я... Потому что бывает... Знаете, вот сидишь, думаешь, надо бы заказать что-нибудь. Но у меня не набирается сумма на бесплатную доставку. А если ты с кем-то, то она обязательно наберется. Смотрите. Так, ладно. Вот такой вот гель для душа. FreshLime Organic Shop. Мне очень нравится. Я такой уже брала. Он, знаете, вот середина наполовину. Сейчас я покажу. Между вот этим гелем для душа. Вот, смотрите. Вот этот гель для душа. Это корейский. Прям вообще просто бомба. У нас такой сейчас мы пользуемся лимонным. Я все хотела взять с яблока и все жабилась. Потому что он 700 с копейками стоит. Ну, с промокодом, понятно, но почти 700. Вот. И... Ну, здесь объем большой. Он очень густой. И надолго хватает. Но знаете, все равно, когда покупаешь... Ну, вот жаба душит. Хотя здесь и дозатор есть. Ну, короче, я думаю, блин, но он настолько шикарный. Он реально вот такой просто... Запах просто космический. И вот это яблоко, оно пахнет яблоком, знаете, вот таким зеленым с сахаром. Знаете, вот ты моешься в ванной в душе. Боже. Вот прям зеленый с сахаром. Аж слюни текут. Понимаете? Вот до такого ощущения. И он густой. И вот так надолго хватает. Почти, ну, не полгода, конечно. Но мы вместе с мужем моемся. То есть мы берем как бы как на семью шампунь. Ой, гель для душа. Поэтому хватает надолго. Ну, короче, я его еще опишу. Потому что расскажу вам про него. Ну, в общем, бомба стоит потратиться. Когда я жмусь, между ними я заказываю вот такой вот гель. Потому что он стоит около 300 с копейками. Вот. Он тоже очень вкусный. Особенно вот этот фрешлайм. Ну, это взяла моя сестра, она сказала. Вот. И вот он в середину наполовину. Когда я совсем жмусь, я беру кору. Вот из всего ассортимента мне нравится вот этот. Потом вот этот и кора. Все остальные я... А, ну да, еще у меня любимый есть мой винтав. Гель для душу любимый. Мэджик, да, вот этот вот. Кстати, я взяла не его, а взяла другой. О, Камэ, извиняюсь. Вот. Ну, в общем, вот это посоветовала сестре. Вот. И вам советую. Берите очень хороший. Они все запахи очень хорошие. Тоже насыщенные. Классные, но цена дешевле. Тут, конечно, вот этот вообще бомба. Это просто, я не знаю. Если кому-то подарок подарить хороший на семью, или мужчине, или женщине, потому что универсальные запахи. У них есть лимон, у них есть яблоко. И, по-моему, может еще что-то есть. Но я вот только два смотрю. Короче, это все написано, даже фрукты и спа-терапия. Так. Болтаю много. Ладно. Сестра мне заказала пенку для волос. Ну вот. Посмотрим. Пеночку для волос, чтобы волосы вот так поднимались. Я тоже сказала попользуюсь. Пенка не дешевая. Ну такая, 700 с копейками. С промокором 700. Но какая-то вот хорошая должна быть. Так что обсудим. Слушайте, у меня какая-то крышка тут она шла. Я же просто все доставала. Сейчас покажу. Так. Все ссылочки оставлю в описании. Значит, смотрите. Все они запаковывали вот так вот. Ну вот в такие. Во-первых, все вот так заопаковано целлофаном. То, что я вам сейчас достаю, это я уже вчера все распаковала. Вот сейчас я просто распакую одну штуку. Я вчера полночи потратила на то, чтобы все это распаковать. Может, конечно, это геморройно. Но, знаете, если где-то что-то подтекло, оно подтечет только в этот целлофан. На всю коробку это не распространится. Поэтому это классно. Так. Значит, вот эту маску. Заказала моя племянница. Точнее, я и выбрала. Ладно. Она сказала мне какую-нибудь маску с глиной. И я вот выбрала. Это маска с глиной. Да. А. Маска. Глина для очищения и восстановления баланса кожи головы. Кожи головы. Я ей не то заказала. Я ей маску для волос заказала. Вы представляете? А я думала для лица. Вот я лохопета. Слушайте, ну давайте попробую. Какая разница, раз уже заказала. Она реально для волос? Девочки, пипец. Представляете, вот я лох. Она мне попросила заказать маску с глиной. Ну, для лица, естественно. Маска глина для очищения и восстановления баланса кожи головы. Кожа головы от избытка себума. Сальна. Блин, слушайте, это мне больше надо. С можжевельником. Лавандой. Черный вулканический пепел. Калий. Короче, она недорогая, она стоит 500 рублей. Ну, плюс промокод мой. Точнее, минус промокод, да. И, в общем, это натура Сибирика. Заказала, короче, не ту ей маску. Значит, я оставлю ее себе и вам расскажу. Кстати, хорошо, потому что все хотела маски, все ленилась. Я такая лентяйка. А вот тут лениться не буду. Сделаю маску себе. И посмотрю. Потому что как раз вот это все, вот у меня перхоть, знаете, появилась. Плюс еще эти лаки. Вот это все. Я же все всем пользуюсь вот этим. Брызгаю плюс сухие шампуни, естественно, мои любимые. И получается, что у меня такое это. Так что масочкой, кстати, чтобы прям, знаете, вот называется скальп. А, ну да, скальп эксперт. Вот как раз, чтобы, как это говорится, скальп дышал, да. Попробуем. Интересно, кстати. Ну, ладно. Даше не повезло. А мне повезло. Так. Деликатный уход. Вот гель диетинной гигиены для ежедневного ухода. У меня сестра покупает постоянно. Я тоже покупаю. И вот она выбрала вот этот вот. Попробую, кстати. Может мне понравится. Биэлит. Она сказала, что ей нравится как раз этот Белоруссия. Очень хороший. По цене, цена, качество идеально. И красиво, кстати, выглядит бутылочка. Видите, с дозатором. Очень недорогой, кстати. Так. Следующее, следующее. Маски, маски. Это я заказала маски, потому что я люблю тканевые маски. Это вообще что-то нечто. Тканевые маски прям очень люблю. Просто я их все закончила уже. И какое-то время мне было некогда ими заниматься. Особенно летом. Ты что-то бегаешь, что-то делаешь. Сейчас вот темнеет рано. Вечером сел. Маску, телек. И вперед. Да. В телефон. Маска на лицо. Отдыхай. Потому что кожа сушится. Особенно сейчас отопление мы включили уже. У нас ночью холодно. Днем тепло еще, ночью холодно. И вот все. Я прям вижу, что у меня лицо просто требует масок. Вот. Тканевые маски самые вообще просто супер. Значит, на рандеву. В чем плюс? Когда ты заказываешь маску. Вот я заказала 27-29 рублей. Естественно, к общему заказу применяется мой промокод. Да. С промокодом получается подешевле. Если ты пишешь отзыв на каждый товар, девочки, пишите отзывы на весь заказ. Видите, я сколько заказала всего недорогого. Но при этом я еще не все достала. Я пишу отзывы. На каждый продукт 25 баллов они начисляют. Получается, потом можно оплатить 100% вообще заказа. То есть, когда ты сделал заказ, то есть сколько товаров. Они за заказ начисляют баллы. Ну, допустим, это немного. Но потом каждый, если я пишу отзыв на каждый товар, то получается, даже на маску. Мне 25% бонусов, они равные 25 рублям, возвращают на карту. То есть маски у меня фактически бесплатно получаются. Вот так вот. И плюс, вот я говорю, каплю-каплю бонусы. Потом за них, ну помните, я покупаю что-нибудь там. Уже парфюм какой-то даже. Я накапливаю бонусы. Можно, конечно, каждый раз их тратить. Но я не трачу. Я такая это. Думаю, вот-вот-вот накаплю. И потом у меня будет стоять какой-нибудь флакончик. Это вот называется такой, знаете, вот как это сказать? Типа презент с рандеву. Вот так будет. Ну, а так и есть. Спасибо им за вот эти баллы, которые они начисляют за отзывы. Это, кстати, удобно, потому что кому-то не подходит. Люди пишут, чем не подходит. Я понимаю, ага, а мне это подойдет или нет. Или кому-то понравилось, чем понравилось. Ну, это вообще молодцы. Вот мне это нравится. Когда как-то стимулируют писать отзывы. Потому что, когда ты смотришь какой-то товар, ты его не знаешь. Нет отзывов. Ты вот сидишь и не знаешь. Надо тебе, не надо. В общем, короче, давайте маска коллаген я взяла. Естественно, я все возрастное взяла. Плаценту взяла. Ты знаете, вот я брала самый джигот, коллаген. Вот такие вот самые бюджетные маски. Вот прям выбирайте у них на сайте. По цене фильтры можно поставить. И наслаждаетесь. Так, прям вот руками ввела. До 30 рублей. И вперед. Вот, значит так. Это я взяла с гранатом. Гранат он выбеливает. Значит, ну вот. Короче, захотелось с гранатом. Просто из всего ассортимента думаю, вот хочу еще какой-нибудь такой. Потому что вот это все пигментирование. Тоже главное потом на солнце не ходить. Вот. О, с медом взяла. Мед я вообще обожаю в масках. Знаете, вот прям он очень хорошо на кожу. Хоть обычный мед мажь, но в тканевых масках идеально. Просто, знаете, все удобно. Нанес маску. Это не надо никакие вот эти в банках что-то мазать. Какими-то кистями. Потом все вот так нанес. И ходи. Эти же маски снял. И потом все впиталось. И кукость пришел. Не надо вытирать. Так. А еще взяла алоэ тоже какое-нибудь. Знаете, когда там прыщики выдавишь. Вот такое вот. Обычно я где-то в неделю маски 2-3 делаю. Вот так вот. Ну, когда ленюсь, тогда 2. Так. Это жемчуг. Очень люблю тоже с жемчугом. Все это корейские маски. Корея, вы знаете, у нас очень хорошо работает. Вот. Это у меня что-то. Зеленый чай тоже успокаивающий такой. Да. Это опять же после всяких манипуляций. То есть я себе набрала на разные случаи. Гиалуроновая кислота опять. И еще вот взяла с огурцом. Вот. Там, слушайте, ассортимент огромный. Ну, что-то я уже, так как, ну, я бы взяла еще больше масок. Ну, я же зажабилась уже. Когда ты делаешь заказ, знаете, вот называется, кидаешь в корзину, кидаешь, 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 кидаешь. Потом понимаешь, что-то у меня какой-то ценник тут уже, да. И начинаешь с нее выкладывать. Думаешь, что-то дороговато уже получилось. Выкладываешь, выкладываешь. Потом понимаешь. Так, что-то я совсем себя всего лишаю. Начинаешь опять добавлять. И вот так, вы знаете, до золотой какой-то середины, которой ты не знаешь, где она будет. В общем, я решила много масок не брать, чтобы следующий заказ сделать и опять заказать масочки. Это очень выгодно. Это, ну, даром, понимаете, девочки? Просто даром. Спасибо, Рандеву. Так. Вот этот, кстати, у нас еще праздники. У нас еще, вот знаете, вот у меня родственники есть. И у них праздники. У нас как-то зимой ни у кого нет дни рождения. А вот еще осень, вот как раз октябрь заканчивается. Я такая думаю, ага, надо заказать. Так, в общем, это я взяла в подарок. Шампунь и гель для душа мужской. Кстати, очень нравится флакон. Такой мы Рудольф убрали. У нас такой в Финляндии стоит. Но не этот запах, это какой-то другой. Я взяла черный, черный пепперойл, черного перца, да, масла и эвкалипт. О, боже мой, дайте понюхать. Мне, кстати, нравится флакон. Видите, он вот такой вот, какой-то, как с перламутром. Такой красивый. Вот, давайте поближе буду садиться, а то что-то я так далеко. Но я в следующих роликах вам все разберу. Просто сейчас мы такую обзорность. А, пахнет так. Пахнет прям эфирными маслами. Эвкалиптом, наверное, пахнет. Ну, не знаю, насчет перца. Надеюсь. Он чувствоваться не будет, будет только пахнуть. Вот. В общем, мужской, да, взяла в подарок. Вот действительно, как подарок, прям идеальный. И дозатор, и красивый флакон. Такой прям изумительный, знаете. Вот называется, вот качество просто 100%. А кто у нас это производит? Такую красоту. Реально. Вот мне очень понравилось. Мэйд Бай Куа Фер. Кто это у нас такой? Так, ладно, я вам расскажу потом. Потому что я почитаю на рандеву. Спасибо. Они там очень все подробно пишут. Ну, короче, я как-то вот один раз заказала. Мне понравилось. И поняла, что мне прям очень нравится. А, я уже третий раз, по-моему, беру. Я что-то еще брала. У Трудольфа взяла. И вот этот. И пользовалась сама один раз. Ну, потому что я всегда, что ему дарю, я тоже пользуюсь. Мне интересно. Это не проблема. Попользоваться мужским гелем. Понять, какой он классный. Тем более, мужские гели, они обычно все такие, знаете, как это, с цитрусом, там какой-то лайм, лаванды, что-нибудь такое, шалфей. Кстати, очень хорошие запахи, такие натуральные прямо. Вот, поэтому. А я люблю как это, вот знаете, вот как спа, вот эта терапия натуральная такая. Вот, поэтому мужские гели для душа, они не всегда мужские. Это не значит, что они будут пахнуть там тройным одеколоном. Они могут быть вот такие натурель. Значит, ну и вообще они не заявлены как мужские. Они просто, просто красивые. И вот мы пользуемся каким-то там таким цитрусом вместе. Так, лосьон для тела. Вот я все хотела заказать. Вот это та же серия, вот эта вот, да, по-моему, лотос. Ну вот, та же фирма, корейская. Но я все не заказывала. Лосьон для тела у меня заказала сестра, вот этот лосьон. И мы с вами его потестируем. Вот такой красивый. У них линейка большая. А на РДУ огромный выбор вот этих лосьонов. Ну вот она этот заказала. Я не знаю, как он пахнет. Так нежненько пахнет. Но мы попробуем. Так, что-то лотос тут. Да, лотос, да, что-то такое. Флавер. Парфюмированный лосьон для тела. Лотос, 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 да. Лотос, я считаю вам. Тут вот переведено, да, на русский. А то я тут пытаюсь свой корявый английский применить. В общем, вот, красивый, кстати, флакончик. Очень тоже. И вот нравится мне, когда вот эти дозаторы. Вот. И попробую, расскажу вам, ладно, девочки? Потому что сейчас пока рассказать ничего не могу. А вот расскажу попозже. Но мне нравится эта фирма из-за того, что у них гели для душа хорошие. Лосьоны должны быть идеальные тоже. Нехорошие, идеальные. Так. Аевит. Аевит – это гель тонизирующий для мывания. Это племянница меня попросила, заказала ей я, недорогую, какую-нибудь умывашку. Аевит мне фирма нравится. Я уже брала ей. И вот взяла какой-то еще тонизирующий. Совершенно бюджетный. Но мне нравится есть дозатор. И вообще, как бы, и запахи у них хорошие. То есть, мне нравится фирма Корр. А вот Аевит тоже неплохой. Вот. Для всех типов кожи. То есть, взяла с витаминами. Ну, такая мывашка, потому что у нее племянница льет все вообще, как это, литрами. Поэтому, в общем, все время какие-то презентики ей, да. И вот я вот такое беру ей. Так. Ну, мы попробуем. Я тоже пробую, потому что мне интересно самой мыться. Так. Это крем для рук. Парфюмированный крем для рук с коллагеном. Вот я взяла себе, я не знаю, такой в подарок подойдет. Слушайте, он такой бюджетный вообще. Там что-то до 200 рублей. Корея. PSLAB. Ну, то есть, 200 с копейками, но промокод, да, около 200 получается. Романтик. Романтический, с коллагеном. Посмотрите, вот такая красивая коробка. Вообще, коробка шикарная. Знаете, она такая, какая-то матовая, приятная очень. Такая прямо мягательная. Такая вот, какая-то дорогая, знаете. Как-то вот я прямо... Не знаю, может, подарить кому-нибудь. Вот. Вот так выглядит. Видите, я вот выбирала, ну, как бы показана была бутылочка, выбирала, чтобы вот ставить. Я люблю их. У меня вот закончились мои любимые. Вот эти мизон, да, которые я брала тоже на рандеву. И думаю, надо для рук, потому что руки всегда сохнут, ну, возрастные руки. И вот прям вообще идеально. Блин, какой он красивый. Надо будет... Что, нет, себе оставлю, конечно, я, наверное, еще закажу. Я вам ссылочку оставлю, ну, и расскажу потом, какой. Сейчас пробовать не буду, потому что, я говорю, мне заказов столько, боже мой, уже 23 минуты ролик. Так, гель для душа. Камей. Я хотела свой мэджик взять опять, повторить. Ну, зашла, стала смотреть. Там столько ассортиментов. Рундуву, конечно, ассортимент колоссальный. Опять же, повторюсь. Гипнотик аура. Гипнотическая аура, короче. Я думаю, возьму вот этот попробовать. Я его не пробовала, честно. Слушай, он такой нежный. Я боюсь, просто сейчас я буду плюхать, и он у меня в нос брызнет. Я даже немного понять, чем пахнет. Что-то такое, купаж цветочных масел. Но мне нравится, что у них какое-то вот как масло. Тут написано полуночный жасмин и масло почули. Узнаете, наверное, ближе к жасмину как-то. Почуль. Нет, он больше жасминчик. Что-то такое нежно-цветочное какое-то. Ну, это я попробую, я вам расскажу. Но запахи очень красивые, кстати. Что я не присматривалась к остальным таким вот. Видите, ароматом вот этой вот коллекции, да? Вот это вот, где девочки нарисованы тут в платьицах. Потому что думаю, что я вечно этот мэджик, может, еще что-то есть вкуснее. Ну, точнее, я заходила-то его заказать. Ну, как обычно, зайдешь, глаза разбегутся. Ты знаете, когда выбора нет, ты четко знаешь, что тебе надо. Когда выбор есть, ты понимаешь, ты вроде так со знанием. Так, я заказываю это. Заходишь, кликаешь, открываешь. И... И... И по листву понеслось. Сидишь. И это хочу. И это. А может, это попробую. А может, это. А может, это. Вот, ну, я одна такая. Я думаю, что я не одна такая. Девочки, напишите мне в комментариях. Вот. И поэтому потом заказываешь все подряд. Так. Вот такой вот гель для душа. Уже не первый раз я взяла племяннику. Он классный. Он сказал, что ему очень-очень понравился. То есть, я ему покупала разные с рандеву заказываю периодически для детей. Там тоже есть. Там не всегда пишут для детей, например. Да, вот когда я просто гуглю для детей. Там высвечивается только для младенцев. А вот если ты кликаешь просто, там гель, шампунь, то высвечивается все. И я вот так вот пролистываю и смотрю. И вот эти вот. Вот этот вот прям безумно понравился. Юный спортсмен называется. Детский шампунь и гель для душа. То есть, два в одном. Видите, в форме мячика. Вот Кирилл сказал, что просто, короче, он его очень любил. И флакончик даже не выбросил, не дал моей сестре выбросить флакон. Поэтому они мне и сфоткали, что вот этот вот самый лучший. Он, кстати, немецкий. Поэтому не содержит микропластик. Так что он еще и безвредный. Для ребенка. А для ребенка со скольки лет? Вот сейчас, может, найду тут, потому что с трех лет. Вот. Смотрите, мало ли у вас детки есть или кому-то там в подарок. Вот такой вот. Ребенок не ошибается. Ребенок всегда скажет, когда ему комфортно, мягенько, там приятно, запах хороший, да. В общем, так что это? Раз ребенок говорит, что это прямо его классно, то это очень много значит. Так. Еще один крем для рук. Да, это я взяла Даша, племянница. Я взяла и вот какой-то вот Lotus Garden. Видите, мне нравится, что вот эти все кремы. Вот это вообще какой-то дешевый. Сто с копейками. Нравится, что они, знаете, вот в коробочках. Ты купил и подарил. Вы знаете, куда-то ты идешь, например, там, да. Какой-то праздник, там, да это же Новый год, да. Я не знаю, надо заранее готовиться к Новому году уже с осени. Потому что зимой всегда денег нет. И вот накупил таких и пошел. На работе сотрудникам подарил, сотрудницам своим, да. Приятельницам там каким-то просто презентик. Пару масочек и крем для рук. Знаете, есть такие подарки, которые ты, как бы, как сказать, вот ты, например, что-то покупаешь, а человеку это не надо. Даром он так смотрит, на это и выкидывает. То есть, если какую-то тканевую маску, ну, я не знаю, даже если она не пользуется, она кому-то отдаст, кто попользуется. Ну, в принципе, я не знаю, кто бы не пользовалась тканевыми масками. Ну, бывают, конечно, такие женщины. Ну, это прям вот не то, да. Но вот кремом для рук пользуются все, наверное, да. Вот вообще. В принципе. Вот сто процентов. Ну, я вообще не знаю таких людей, которые не пользуются кремом для рук. Даже мужики часто бывают. То есть, они где-то там вроде ходят, говорят, делайте крем для рук, у меня тут это, трещины, у меня тут это. Я говорю, вот тут. То есть, всегда у меня в тумбочке крем для рук, у Руди свой крем для рук. Ну, это как бы аксиома. То есть, знаете, бывает даже у женщины нет крема для лица, но крем для рук есть, и она мажет руки, ноги, там, лицо. Я, кстати, часто так и делаю. Крем для рук в путешествиях я мажу даже все тело, как лосьоном пользуюсь. Руки, ноги, лицо, ну, короче, все. И поэтому вот у меня они уходят очень быстро, кстати, в путешествиях. Вот когда вы немного берете, вы так же делаете. Тоже вот берете крем для рук и просто им вымазываете. Так, в общем, короче, красивый, красивый, да? Вот опять же, красивая коробочка, девочки. Ну, просто бюджет. Надо мне набрать будет, кстати, да, к Новому году. Потому что к Новому году всегда денег нету, а надо заранее. Так что я вот сейчас в октябре буду делать заказ снова. Вот. И это. И мы с сестренкой тут позаказываем. Я думаю, что я кремов наберу для рук, для девочек. Не хочу тут открывать так это, потому что это племянница. Но я у нее спрашиваю, короче. Она тоже разрешает мне, естественно, я все, что беру, и тоже пользуюсь. Смотрите, как красивенькая. Ну, тоже я выбирала вот так вот. Единственное, на рандеву всегда сфотографировано вот это. Я не знаю, есть коробочка или нет. Теперь я знаю. Ссылочки вам оставлю. Понюхаем, как пахнет. Ну, лотос должен, как вот этот лотос, да? У нас лосьон для тела лотос. Так что красивенько. А в подарок так вообще миленько, да? Вот у меня, кстати, знаете, у соседок бывают дни рождения. Например, я раньше, в прошлом году накупила вот этих кремов. У меня лежали. У одной соседки день рождения, там у другой. И вроде как бы, ты знаешь, у нас такой есть чат. Ну, как бы, и вроде можно какой-то презент подарить, да? А что не знаешь? Ну, как бы, что человек любит. Ну, и плюс надо куда-то идти, что-то там покупать. Ну, короче, кеморрой. Тем более, не знаешь, есть ли она конфеты, например, или не ест. Вдруг у нее там диабет, да? Крем для рук. У меня всегда вот там лежали вот эти мизаны. Я набрала, помните, тогда кучу целую. У меня с запасом было. И сама пользовалась ей еще в подарке. И вот они у меня все разошлись. Ну, уже, да? Потому что вот опять у соседки дни рождения напишут. И вот мы там проходим, типа, ну, тебе презентик. Потому что человеку очень приятно, да? А мне там что, 200 рублей, понимаете? Вот это даже 100 с копейками. Так что это вообще вот таких надо набрать. Красиво выглядит, да? И всегда используется. Особенно, если это про бабушку какую-нибудь, да? Ну, про бабушку, я имею в виду, вот у нас тут тоже. Понимаете? Вот это всегда вот то, что должно дома лежать, как бы, про запас, чтобы кому-то подарить. Ну, девчонки, что-нибудь еще мне подскажите? Вот что у вас лежит про запас, если вот кому-то надо подарить? Или у вас такое не лежит? Вот, ну, вот, малознакомым людям, скажем так. Ну, малознакомых в плане, вы их знаете, вы с ними общаетесь, но вы не знаете, что они любят. Ну, и как бы, и вы не готовы им дарить подарок, потому что вы не на день рождения пришли, а вы просто хотите знак внимания оказать, да? Вот. Так. Можно, конечно, ничего не дарить, но можно подарить. Да, вот, кстати, давайте. Вот рандеву еще вот сюда кладет вот такую бумажку, в которую, если что-то не так, пишем, и они на это реагируют, перезванивают. Бывает так, что могут что-то не доложить. Видите, у меня был один раз, мне не доложили, но я рассказывала, да, крем. Я им позвонила, они сказали, давайте мы вам дошлем. Ну, естественно, бесплатно. Я говорю, не-не-не-не-не. То есть они верят. И я говорю, давайте мы в следующий заказ. Она говорит, да, хорошо. Она себе отметила, и все, и в следующий заказ я сделала. Естественно, автоматом мне его прислали. Так что все окей было. Но лучше на всякий случай позвонить, уточнить. Если вам что-то не доложили, вы сделали другой заказ, попросите, чтобы положили. А то мало ли опять не положат. Так, вот, если все хорошо, и вот тут вот типа что... И получите на счет бонусные баллы за оставленный отзыв. Кстати, да, если вам понравилось тоже вот. Понимаете, тут еще баллы. Так что, пожалуйста, вот это тоже заполняется, и получите бонусные баллы дополнительные. Так, ну что? А, что-что? Рандеву молодцы. Они всегда кладут подарки. Что-то в этот раз мне прям, наверное, повезло. Я не знаю, лотерею словила. Короче, Urban Eco Haraki. Наверное, я много банок заказала. Не знаю, может, у них опять акция. Я же тогда помните, когда они мне давали подарок Анжелину первый раз. Я такая, девочки, я какая-то, наверное, особенная. Но я же блогер, они мне там положили много. Нет, оказывается, всем, да, одинаково клали. Так что, короче, меня ничем не выделили. Я думаю, сейчас у них, наверное, просто вот какое-то повышенное подарочное это. Ну, короче, вот, смотри, Urban Eco Haraki крем. Вот этот я уже тестировала много раз. Мне, кстати, он нравится. Все, не могу его заказать, потому что, опять же, кидаешь в корзину кучу всего. Куча всего надо. Но вот он мне понравился. Вот его хочу попробовать обязательно. Ну вот, спасибо им, что они пробники кладут. Поэтому я, бывает, их трачу. Чем хороши пробники? Если вы не пользуетесь дома, в поездку, положил на несколько дней, наслаждаешься разными кремами. А Cell Micro Peeling Soft Gel Cell Renew у меня вот такой есть. Вот помните, в прошлом году вот они положили тоже пробник, и я его заказала. Я заказала себе и подружке. Вот, сразу два флакончика, так что у меня тюбик есть, прекрасный вообще скрабик, вот этот вот пилинг. Ну, он как скрабик, он такой крем, но он прям вот, ну, нету там частиц, но он прям вот вообще. То есть он как крем, да, но ты его скатываешь, ну, как типа скатки. И, короче, лицо у тебя как попка младенца. Вот, корейский, короче, с Аймфирма. Классно. Спасибо. Ну, вот, смотрите, они мне еще что-то положили, тут еще и парфюмы. Ой, Рандеву, молодцы. Кстати, вот хотела еще сказать, они одни из немногих, кто, когда выходят какие-то новинки парфюмерии, у них появляются вот прям практически сразу. Знаете, вот какой-то парфюм вышел, смотрю, у них там через месяц, через два уже на сайте появилось в продажах, да. То есть это как бы они молодцы. Поэтому, если какие-то новиночки парфюмерии, и, кстати, они обновляют. Если у них что-то в продаже было и пропало, ну, например, там, я вам сняла сейчас ролик, сказала, я купила тот-то парфюм. И вы там хотите его же, побежали на сайт, там несколько человек заказал и кончился. Знаете, то у них он быстро появляется снова. То есть они как-то, очень у них так поставки налажены. Молодцы. Вот. Поэтому, если что, заходите регулярно и смотрите. Так, что мне еще подарили? BB-крем, Erborean. Я думаю, что вот этот набор, наверное, всем кладут. Потому что тут прямо вот как-то в пакетике. Вот Erborean BB-крем, Erborean BB-крем. Так, потом Erborean какой-то. Крем тоже супер BB. Потом крем Centrella и BB-крем опять. Кремы. Видите? Тут с фильтрами, кстати, несколько. Да, они все с фильтрами. Сейчас вам так вот покажу. Вот такой наборчик. Видите? Вот такой, вот такой. Вот такой крем. Вот такой, вот такой. Видите? Целая такая упаковочка. Вот она была отдельно, лежала. Вот. Я не думаю, что я какая-то особенная. А, кстати, вот они. Вот здесь перевод. Так что не надо догадываться. Они молодцы. Все клеят, видите? На русском языке. Для таких тупых, как я. Которые смотрят. Что это крем? Что за крем? Для чего крем? Крем, да? Ну вот. Все переведено. А вот. Так что это? Так что спасибо вам огромное. Смотрите, сколько у меня уже подарков. Да? И это еще не все. Они тут еще мне вот такой пакетик заложили. Я уж еще пока не открывала. Да, я, кстати, заказала этот. Боже мой. Атомайзер. Помните? Я люблю эти атомайзеры. Я их постоянно заказываю. Заказала я, потому что заказала большой флакон парфюма. Атомайзеры у них дорогие. Качественные. Дорогие. Да, но реально качественные. Все, что на маркетплейсах, полный отстой. Ну, я вам же рассказывала, да, что они вот текут с этой стороны. Их не текут. Поэтому заказываю постоянно. Вот взяла племянница. Вот такой зелененький цвет интересный. Вот такой вот изумрудный цвет, да. Вот у них даже там написано. Короче, у них 5 миллилитров. Заполняешь вот так вот. Вот здесь вот видно шкала. И он нормальный. Он не течет, не парит. А вот почему-то вот эти, которые с маркетплейсов, они прямо вот здесь вот какие-то мягкие. И вот это все натыкал. И вот протекает. Прямо испаренный. Все в сумке воняет. Ну, короче, все потекло. И это. В общем, так. Как сэкономить? У них он стоит 900, там, что-то с чем-то рублей. Если вы заказываете большой флакон, большой – это самый большой объем. Любого паромата, то он будет 295 рублей. Ну, понятно, минус промокод, да, получается выгодно. Поэтому, когда берете большой флакон, не забивайте. Но они и предлагают взять атомайзер. Вот. Он пластиковый, он не бьется. В общем, мне он нравится. Вот заказываю уже какой? Четвертый раз, по-моему, боже мой. Да, четвертый раз. Я сначала взяла сестре. Потом я себе купила на маркетплейсе. Что-то поняла, что у меня все. И в общем, несколько купила. Просто деньги выкинула. Мне так было обидно. Там, по-моему, 180 рублей. Ну, такая помонька. В общем, повыкидывала эти деньги. А сначала думаю, что переплачивать. Но, видимо, они заказывают где-то в хорошем месте. Знаете, у них вот эти штуки хорошего качества. Так визуально кажутся одинаковые. Но вот эта вот штука тоже хорошо ходит. А там прям вылетает. Ну, вот эта крышка слетает. Я заказывала нескольких продавцов. Ну, короче, несколько раз заказывала. Все такая сэкономленная. Знаете, называется «Скупой платит дважды». Вот. В общем, потом заказала один раз сестре. Я заказывала «Хьюго Босс». И, думаю, черненький такой красивый. Тоже с надписью. Я их подарочек, да, как бы. Поэтому я думаю, ну, раскошелюсь, заказала. Вот. И у нее ничего не течет. Ни в сумке, нигде. Она там сто раз пополняет. Все прекрасно. Я потом думаю, что ты жмешься? Я не знаю, этих повыкидывала, все у тебя залило, все воняет. Парфюма испортила больше. Купи ты себе вот эту штуку. Я еще и стеклянный покупала. А там азер, знаете, который там уронил на пол. Он разбился и все вылилось. Да еще и стекло. Такая, боже мой, что ты жмешься? Ну, короче, вот. В итоге я купила первый черный. Пользуюсь, обожаю. Ну, понимаете, он же у меня не тратится аромат. И он не выпаривается. И поэтому такая, вот, второй купила. Да, и вот хотела себе еще. Ну, короче, я пока заказала только один. Ну, он племянница. Потому что вот как обычно, знаете, купить сразу 10 штук, жаба душит. Ну, короче, я тут про Атомайзер. Вот тут разрекламировала со всех сторон. Ну, реально у них хорошие. Не знаю, где они заказывают, но, в общем, короче, качественные. Поэтому они не просто так цены повышают. А сейчас он вообще стал 900 с лишним рублей. Но за качество нужно платить лучше один, чем 10 текущих, которые и парфюмы испортят, и вещи испортят, и все на свете. Так, ну, парфюмы в плане, что он вытечет. Так, и Анжелине, но они мне положили новые ароматы. Спасибо. Будем с вами нюхать, что за ароматы. Сейчас посмотрим. У них сейчас вот синие вот эти вот крышечки. Боже мой, ролик очень длинный, да? Ну, ладно, девчонки, извиняюсь. Селент Симфония. Симфония. Симфония какая-то чего-то. Я сейчас не буду брызгать, потому что я хочу еще другой аромат побрызгать сегодня. С ним похожу. Так, ванилла, виспер, ванильный. Кто-то там виспер, если вроде мне переведет. Я вам расскажу. Так, и, 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 и. Мэджик мюз, магическая музыка, да? Вот это хотя бы я. Нет, мус, мус, нет, это не мюзик. А, фу, блин. Короче, слепая курица. 45 лет, зрение хреновое. Мистик мус. Вот, мистическое чего-то. Короче, я потом расскажу. Если можете перевести, переведите, пожалуйста. Ой, 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 только не падай. Ну, у меня ничего не разобьется, конечно. Кстати, у них вот эти все пробники не парят. И вот, кстати, в аромабоксах, да, вот эти все вот отливантики, маленькие пробнички, не отливантики, пробнички, тоже не парят. Я в самолете летаю, прям вот так кидаю в сумку, у них ничего не течет. Тоже герметично делают, молодцы. Ну, видимо, они где-то заказывают. И знаете, как бы вот если люди начинают жаловаться, да, они это видят, и, наверное, поставщика меняют. Потому что сами заинтересованы, чтобы люди заказывали, покупали такие же вот эти вот, знакомились с ароматами. Естественно, все кидают в сумку, но никто же ни в какие пакеты не кладет. Все бросают в сумку и ходят, да. И если из сумки вытекают, ты уже там 10 раз не захочешь заказывать. Если все отлично, то все отлично. У меня вообще ни разу не текло, просто ни разу. Нигде. Ну, конечно, все бывает. Я же могу там случайно ее подавить, помять, и оно как-то там, ну, герметичность нарушится. Но, в принципе, не было такого. Так, крышка. Крышка. У меня какая-то крышка вот здесь вот. Я все не могу понять, от чего эта крышка. Ну, я так, наверное, догадываюсь, наверное, от этого, от этой пенки. Потому что вот на нее садится. Ну, да, я все практически достала. Ну, вот, да, наверное, да. Так что пенка была с крышкой. Вот. А то у меня что-то развалилось. Так, масло для волос я себе заказала. Масло для волос фирмы Лонда. Это немецкая фирма. И вот Лонда, помните, раньше была Лонда, Лонда, там такое было все. Парикмахерские на этой Лонде работали. Еще там мохнатые девяностые восьмые, наверное, там двухтысячные. Вот. Лонда Профессионал Вельвет Оль. Вельветовое масло. Какое-то легкое для волос. В общем, я взяла. В общем, не такое дорогое. Попробуем. Потому что Велла, вот это вот, который там шелковый блеск, да, вот этот вот. Вот. Оно хорошее. Но я все в поисках масел. Не знаю, что мне прям и такое хочется, и такое попробую тоже. Ну, короче, я стала брать разные. То есть перестала повторяться. Не всегда, конечно. С гелями для душа я повторяюсь, но просто гели для душа тратятся быстрее. Вот. А масло медленнее. И вот у меня маслица уже подходит там к концу. Вот. Я масла много трачу на самом деле. Потому что я мой волосы часто. Плюс я отливаю всякие бутылочки дорожные. Плюс если у меня кто-то попросит, я им отолью. Все у меня такая, да. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Расскажу вам. Вот. Выбрала из ассортимента. Хотя выбор просто, просто колоссальный. Но подумала, что я хочу вот Лонду попробовать. Хотя, может, что-нибудь другое надо было. Это, знаете, вот когда сидишь реально, и глаза разбегаются, и ты не знаешь, чего выбрать. И выбираешь то, что в голове засело, видимо. А вот как-то я вот думала, Лонду попробовать. Там она как-то... То есть там легкость расчесывания, что-то такое было, в общем, в описании. Так. Еще я заказала свой любимый крем, который у меня закончился. В прошлом году я заказывала его на год вперед. Это фирма Gigi Professional. Я его тут помяла, когда перекладывала все в этом, все банки свои. Ну, не обращайте внимания, короче, коробку я помяла. Сижу, так как говорю, коробку я помяла. Хотя, на самом деле, у меня еще и телефон упал с креплением. Так, ладно. Вот. Крем отличный. Стоит недешево. Три с лишним. Но он того стоит. Вот я целую зиму им пользовалась. Он меня спасал от сухости. Знаете, он такой классный. Он и кожу делает гладкой, при этом он увлажняет хорошо. То есть, он подходит для очень сухой кожи. Хотя, на самом деле, тут написано, что он для комбинированной какой-то, ну, может быть. Да и контроль. Ну, контроль дня, в общем. Короче, Gigi вот этот вот в тюбике. Потом в пустых банках. Я покажу, у меня стоит на столике. Я его не выбрасывала, чтобы вот не забыть заказать. Потому что просто волшебный. Хватает надолго. Может, не очень вкусный запах, но прям я его люблю безумно. Вот. Он того стоит. Прям вообще реально стоит. Потому что лицо такое мягкое. И прям вот на вот этот крем я наношу тональник. И тональник держится хорошо. И при этом кожа дышит. И тональник смывается, но не течет. И, короче, и ложится гладко. Нет вот этих, знаете, как вот шматков каких-то, когда тональник так нанесешь на любой крем или на, просто на кожу. Получается, как вот, знаете, вот. Видно, короче, тональник у меня в пору забитый. Тут какой-то этот. Ну, в общем, короче, одни плюсы крема. Вот. Поэтому бывает такая вещь, ну, не дешевая, но она стоит. А бывает дорогая, но ты понимаешь, что ты как бы, не знаю, за что заплатил, да? Так, теперь у меня парфюм. Парфюмы, да, парфюм. Кельвин Кляйн. Трус Кельвин Кляйн Мэн. Я взяла по отзывам. Я не знаю вот эту, вот этот парфюм вообще, не знаю. И хотелось что-то такое недорогое, но в подарок. Ну, и качественное. И вот, в принципе, по описанию, спасибо, по отзывам, да, вот, не по описанию, по отзывам, которые пишут те, кто покупал, я выбрала этот парфюм. То есть, вариантов было много. Всегда ставишь фильтр, ставишь цену и выбираешь. И вот я выбрала вот этот, он стоит меньше 4 тысяч за вот такой большой флакон, 100 миллилитров, красиво запакованный. Мы с вами его разберем. Потому что, кому я собираюсь его подарить, разрешает. Уже разрешила, сказала, можно я открою, конечно. Потому что, ну, короче, я сказала, что я в подарок купила парфюм. Оно не сказала, какой. Сказала, можно я его открою. И попробую. Ну, так как это близкий человек, он сказал, конечно, не вопрос. Так что мы с вами его потестируем. Ссылочку в описании оставлю. Все расскажу. И себе я взяла собачку, бежевую, спигу. Спигу Трусарди. Знаете, у них флаконы. Вот да, помните, вы мне себе посоветовали. Давайте сейчас откроем. А тестировать будем уже в другом виде. Значит, Трусарди, Леви, Димилана. Я вот эти все названия, да, там, Лимит, Лес, Шоппинг, Виаделла, Спига. Крыла первый раз на пароме. Мне очень понравилось. Я помню, что мне какими-то конфетками, что ли, пахло. Вот, знаете, вот что-то было такое приятное. На руке я ушла. Помню, потестировала на пароме. Ушла. И потом мы вышли с парома. И я такая, я хочу этот аромат. Я помню, что там была бежевая собака из Спига написано. Все, вот это только помню. Потом мне много советовали, потестируя эту Спигу, бежевую собачку. Бежевую собачку. Я его ни разу не тестировала. Но сейчас мы откроем. У меня всегда он сидел в голове. И я поняла, что я на осень его хочу. Безумно хочу. Цена была. Она и есть хорошая цена. Достаточно хорошая для вот таких вот ароматов. Потому что в Европе вся вот эта типа нишевые линейки. Вот эти, или бутиковые линейки. Да, как это назвать. Они стоят очень дорого. Вот реально дороже, чем у нас продается. Ну, просто там наценки дорогие. Большие, высокие очень они делают. За все у них там. На налоги, на налоги, на наценки. Поэтому у них дорогие ароматы. А не потому, что они чем-то там лучше. Так, так. Красиво очень. Это коробочка такая. Ну, коробочку ладно, мы солим потом. Сейчас давайте я хочу аромат достать. Где моя собака? Мне, кстати, очень нравится. У них вот эти флакончики, вот эти, да, как это вот этой бутиковой линейки. Они прям, ну, здесь вот наклейки, надо их срезать. Потому что, видите, то ножницы не взяла, надо что-то отрезать. То камера упала. Да, она у меня тут немножко по-другому расположена. Боже, какой красивый. Какой красивый пёсель. Смотрите, бежевый пёсель. У них, кстати, разные ароматы, но я все остальные даже не тестировала. Поэтому, если что, посоветуйте мне. Трусарди. Вот такой красавчик. Ой, такая, это кожаная вставка, да, вот эта вот кожа, да. Как приятно, слушайте. Такой вот пёсель. Так, ну что, брызну. А расскажу вам в следующем ролике. Моя приятная собачка. Обалденный запах. Он такой, знаете, ненавязчивый. Ладно, распишу потом. Ну, короче, вот как тогда он на мне пах, и пах так приятно. Не было ничего противного и что-то раздражающее. Вообще от слова совсем. Вот. Он такой приятный. Такой приятный. Какой пёсель. Он и красивый, и цветок, и приятный, и запах. Расскажу вам всё в следующем ролике. Сейчас покажу серёжки, лукоморьи. Выложу их в телеге. Ну, как смогу, выложу в этом. У меня несколько штучек будет на продажу. По-моему, три, наверное, пары сделаю. Вот. Муранское стекло. Ну, это не муранское стекло. Это муранское стекло только на острове Мурана, но наше. А мастера прекрасные, они делают лэмпорг. Это работа ручная, естественно. Выдувают стекло в технологии Мурана, да. И получаются у них вот такие красивые, красивые, красивые изделия. То есть, они освоили эту технологию. Прекрасно всё это изготавливают у нас здесь, в России. Но стекло не российское. Мастера российских стекло нет. Так что стекло именно оттуда. Так что вот такая вот красота. И здесь у меня совушка. Всё, девочки. Люблю, целую. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Не забывайте про повышенные скидки на аромабоксы и на манталь в ближайшие дни. Ну, сегодня тоже. Так, и в общем-то всё. Буду разбираться. Встретимся завтра. Вас целую. Отличных вам покупок. Пока-пока.